Здравствуйте, друзья! Мы рады вас приветствовать на нашем канале Творческая Семья. Всем привет! С вами Светлана. И я хочу вам предложить связать вместе со мной вот такое красивое ажурное колье. Его иногда называют путанкой, паутинкой. Но самое главное в этом украшении – воздушность, ажурность. Выглядит очень красиво, элегантно. И вот сегодня мы такое украшение с вами свяжем. Говорю, свяжем, потому что такое украшение вяжется крючком. Я приготовила разного вида крючки и хочу показать, какой крючок не подойдет к этой работе. Он маленький, все будет слетать, трудно будет удержать. Этот крючок не идет. Любой другой, который имеет побольше ушка, очень хорошо пригодится в нашей работе. Нам понадобится леска. Я взяла 3 миллиметра. Иголка. Я взяла бисерную, потому что я буду работать с бисером. Вот я взяла прозрачный такой бисер, 10-го размера. Бусины. Бусины в виде капелек. Тоже двух видов прозрачной бусины и молочного цвета. Молочный цвет переливается всеми цветами радуги. Также нам понадобится фурнитура. Я положила разного цвета шапочки, пины. Также нам понадобится застежка. Я буду пользоваться вот такой застежкой с цепочкой, чтобы можно было бы менять размер нашего колея. Ну, вы возьмите то, что у вас есть дома. Не обязательно, конечно, брать именно такую застежку. Возьмите ту застежку, которая у вас есть. Там колечки понадобятся, но это уже в процессе работы. Что еще нам понадобится? Ножницы, конечно. И такие инструменты для изготовления украшений. А теперь мы приступим к нашей работе. Я взяла леску в иголку. И леску мы обрывать не будем. Будем все время работать на катушке. Что мы вначале сделаем? Мы посмотрим, как я плела это колье. Я набирала 3 бисеринки, босину, 3 бисеринки, босину. И босинь очередовала по цвету. На данном украшении я решила добавлять не 3 бисеринки, а 4. Делаю я леску в иголку. И начнем набирать. Почему я в этот раз решила набрать 4 бисерины, а не 3. Я хочу добавить ажурности. Посмотреть, как это будет выглядеть. Ну вот, я немного набрала. Видите, я выбрала босины в виде капелек. И отверстия у этих капелек идут не поперек, а вдоль. И для этого украшения вот такой вариант очень хорошо подходит. Капельки ложатся прям по рисунку, как и нам и надо. Продолжаем набирать. Так, что еще хочу рассказать. Если у вас будут бисеринки побольше размера, берите побольше. Если вы хотите использовать разного размера капельки или бусины, тоже можно выбрать любые размеры. Вот смотрите, вот у меня есть капелька такого размера и такого. Бывает и побольше, тоже можно чередовать. Тут это мне случайно попалось. Но если вы выберете разные размеры, все будет хорошо работать. Продолжаем набирать. Так, бисеринки я набрала. Набираю бусину. Опять 4 бисеринки. И вот таким образом мы должны набрать метр-полтора. Это будет достаточно, чтобы сделать такое красивое ажурное колье. Продолжаем работать. Я набрала цепочку из бисера и бусин. Иголка больше не понадобится, можно ее убирать. Теперь я возьму крючок. Накидываем леску на палец. Заводим крючок, закручиваем и через петельку протягиваем леску. Я надеюсь, что видно. Делаем еще один захват и протягиваем. Все. Затянули. Вот такая петелечка у нас получилась здесь. Я сделаю 2 воздушные петли. Что мы будем теперь делать дальше? Берем одну бисеринку, перекидываем к нашему крючку. Берем крючок, захватываем леску и вытягиваем. Опять перекидываем одну бисеринку. Но в вязании мы как бы на бисеринку не обращаем внимания. Просто мы должны это сделать. Мы обращаем внимание на крючок и на леску. Захватываем и провязываем. И сейчас мы будем вязать цепочку из воздушных петель. Таким образом, пока у нас не закончатся все бисеринки и бусинки, мы их все должны будем провязать. Вот смотрите, сейчас большая бусина. Я ее вот отправила. И не обращаю внимания. Продолжу вязать. Захватываю леску и протягиваю. Вот такая цепочка у нас получится. Старайтесь примерно одинаковые петельки делать. Но если у вас не получится, вот сейчас я показывала, затянула сильно, вот можно и распустить. В этом варианте распускается довольно хорошо. Если вы вяжете крючком, то вам будет легче, потому что, вы знаете, если мы что-то не так связали крючком, легко распускается. И захватываем петельку и продолжаем вязать. Вяжется легко. Единственное, что мы не должны забывать, перекидывать бусинку или бисеринку, что у нас по очереди идет. И вот такая цепочка у нас должна получиться. И в каждой петельке у нас бисеринка или бусинка. Катушка лески работает как клубок ниток. Мы ее не обрываем. Вяжем, пока не свяжем до последней бисеринки. Продолжаем вязать. Ну вот я довязала. У меня очень близко, недостаточно пространства для вязания. И опять наши бусины перемещаю. Вот я переместила. Опять у меня появилась свободная возможность не вязать. И я продолжаю вязать. Вот так у меня получилось. Вот здесь как красиво все поблескивается. Надо брать такую леску, такую толщину, чтобы не бояться брать работу, цепочку, чтобы она могла бы так вот легко выходить. Почему я об этом говорю? Потому что, когда мы сплетем украшение, она легко у нас расправлялась. И мы бы свободно могли бы взять в руки. Я сплела еще и другого цвета. Вот я взяла бирюзовый цвет. Посмотрите, какая красота получается. Так же я сплела красные и синие. Теперь мы должны собрать. Но прежде я еще покажу еще вариант, как можно собирать. Здесь у меня бусины круглые, прозрачные, жемчужные, салатовым цветом. Также добавлены в виде конуса. И вместо бисера и бусин я добавила стеклярус. Посмотрите, как красиво получается. В такой технике можно связать любое украшение, любого цвета, любого размера, любой формы. Что бы вы ни взяли, все будет выглядеть очень красиво. Что мы теперь будем делать, когда мы все уже сплели? Мы должны померить и узнать, какой размер. Вы можете это померить на себе. Мне нужно 50 сантиметров, чтобы украшение было бы. Вот я отмеряю 50. Вот. Вот такой длины у меня будет. Украшение должно быть. И что мы еще должны на что обратить внимание? На замочек. Замочек тоже даст у нас дополнительные 2-3 сантиметра. Чтобы мы могли бы оформить наше украшение, надо приколоть его, чтобы оно могло бы свисать. И мы могли бы все померить и разложить, как мы хотели бы видеть. Это иногда делается на подушке, прикалывается на подставочках таких. Ну, вот у меня я взял такую подставочку мягкую и ею я воспользуюсь. Что еще сделаю? Вот у меня есть такие крючки строительные для мебели. И я их вкручу. Вот на них я и зацеплю наше украшение. Ну, вот так вот я делаю крючки. Скажу, как это выглядит. Поэтому будет удобно. Сейчас я должна что-нибудь подложить, чтобы украшение немножко повисало бы. Ну, вот я отмерила 47 сантиметров и повешу за петелечку на крючок. Вот мы расправим. Так это будет выглядеть. И теперь я буду накладывать ряды и устраивать укладывать ряды так, как мне будет устраивать тот вид ожерелья, который мне понравится. Когда вот будете вот так вот формировать, то нужно примеряться по дальнему расстоянию. Потому что если мы померили наш размер и если мы будем пускать короче, то ожерелье нам будет маленькое. Значит, каждый раз мы будем пропускать немножко ниже или нахлёст. Что еще подскажу? Когда будете навешивать на крючок или на иголочку, что у вас есть? Видите? Здесь у меня бусина и здесь посередине бисер. Старайтесь повесить на крючок бисеринки посередине, чтобы когда мы будем застежки делать, чтобы большие бусины нам не мешали. Я все распределила. У меня получилось в 5 рядов. И теперь мы сделаем замочки. Все, я подготовила. Взяла колечко и я его раскрою. Раскрываем. Всегда колечки вбок. Тогда мы сможем правильно обратно и закрыть. Что мы теперь будем делать? нам надо аккуратненько снять нашу работу. Вот. Мы снимем аккуратненько и повесить все лесочки на наш кружочек. Смотрим внимательно, ничего не пропускаем. Вот я зацепила и теперь я сниму. если мы пропустим какой-нибудь ряд лески, то может упасть. Но я думаю, что мы этого не допустим. Теперь я взяла плоскогубцы, так легче будет. И мы колечко должны вернуть на место. Колечко маленькое, руками это сложно сделать. Ну вот, разворачиваем. Вот. Я надеюсь, что вам видно. Я вернула колечко на место. Но чтобы наверняка я немножко зажму посильнее. теперь я уверена, что у меня мое украшение не разойдется. Теперь мы возьмем второе колечко и сделаем все так же. Я показываю самый простой способ. Вот и нашла колечко пет. Вот открыла. Я его захватываю и теперь петельку верну обратно. зафиксирую. Вот. Так, у меня плачула, колечки соединились. Нам надо убрать конец нашей лески, который остался. Я делаю быковочку мне так удобнее было бы. И мы тут эту леску запутаем. Делаем петельки. Вот. Зафиксируем. Теперь я одену шапочку. Шапочки подготовлены показательные. Маленькие, коротенькие. вот такие. Выберите, которые вам понравятся или которые у вас есть в доме. И вот так вот мы надеваем и втягиваем наше украшение в нашу шапочку. Теперь что я делаю? Сгибаем пин как бы противоположную сторону и теперь поворачиваю обратно. И так я формирую петельку. Сейчас я надеваю цепочку и закручиваю колечко. Все. Зафиксирую. Я все зажала, закрутила. Посмотрите как у меня получилось. И все то же самое я теперь проделаю с этой стороны. Единственное, что будет меняться, с другой стороны я прикреплю карабинчик. Я надеюсь, вам понравился мой мастер-класс и все у вас получится. До свидания. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok